Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Пожалуй, одной из важнейших соцсетей для нас является Фейсбук. Но месье Цукерберг действует как прожженный наркодилер. Сначала он посадил на Фейсбук полмира, а потом ввел алгоритм. То есть кайфа уже нет, но без дозы обойтись мы уже не можем. Надо что-то делать. Было время, когда моя лента Фейсбук состояла из одного поста, да и сейчас она крутит по кругу постов 20 далеко не первой свежести. Во-первых, я уже делал короткий лайфхак на эту тему. Можно использовать внутреннюю функцию самого Фейсбука. Вот здесь в ленте новостей можно выбрать новейшее. Он показывает новейшие новости, но при следующем обновлении ленты возвращается к популярным. Не хочет Фейсбук, чтобы пользователи обходили алгоритм. В принципе, так он зарабатывает деньги. Хотите, чтобы вашу публикацию видели ваши же подписчики? Платите. А не будете платить, отрежем газ. То есть на уровне алгоритма скроем вашу новость от подписчиков. Для того, чтобы победить Фейсбук, мы воспользуемся плагином Social Fixer for Facebook. Плагин работает в Google Chrome, Opera и Firefox. В Яндекс браузере не проверял, я им не пользуюсь. Яндекс слишком навязчивый, а навязчивые сервисы я не люблю. Установили, плагин появился. Переходим в параметры и, собственно, плагин сработал. Вот такая появилась иконка с гаечным ключом и, собственно, панель настроек. Настроек здесь достаточно много, при том, к сожалению, они не русифицированы. Но, во-первых, большая часть это так, ненужные виньетки. А, во-вторых, по умолчанию здесь уже проставлены все нужные галочки. Кроме одной. При том, самой главной. Вот этой. Автоматически переключать на новейшее. Сохраняем изменения и обновляем страницу. Собственно, теперь Фейсбук всегда будет показывать вам новейшие новости, миной алгоритм. Не до конца, конечно, в новейший алгоритм тоже вмешивается, но все же не так живодерзкий. Что еще тут есть? Не буду рассказывать про все настройки, расскажу про то, что мне понравилось. Но вот эта фишка, связанная с комментариями. Не до конца понял, как они действуют раздельно, я их включаю обе. При таком раскладе происходит следующее. Вот мы видим здесь 19 комментариев. На самом деле их тут больше, просто ответы на комментарии Фейсбук не считает и не показывает сразу. Их нужно еще и отдельно открывать. Фиксер меняет это дело и открывает всю ленту комментариев вместе с ответами на них. Теперь комментарии можно читать, как роман. Причем Фиксер добавляет вот такой бегунок, который подсвечивает комментарии, которые появились после указанного времени. Вот комментарии, которые не старше трех часов восьми минут. А вот комментарии, которым час сорок пять и моложе. Так вы всегда сможете отследить появление новых комментариев. Напомню, как выглядят комментарии в обычной ленте без фиксера. Вот так. Скажу сразу, что функция срабатывает не всегда. Кстати, интересно, обновил ли наконец Фейсбук без фиксера мою ленту. Вот этот пост висит тут с утра. Нет, не обновил. Кошмар. Хорошо, что впредь этого не повторится. Что еще? Вот эти галочки регулируют отправку сообщений по нажатию на интер. Многие ругают Фейсбук за эту функцию. Теперь ее можно пофиксить. А так, Open Message in Full Window вы можете открывать чат с кем-либо всегда в новом окне, запуская мессенджер. По умолчанию напомню, он открывает небольшое окно чата внизу страницы. Здесь же вы можете установить фильтр постов, содержащих какие-то слова или фразы. Стоп-слова. Или использовать глобальные фильтры. Вот, например, фильтр на расшаривание воспоминаний. Так вы его добавляете. Здесь же его можно отключить и даже отредактировать. User Interface. Ну, это так. Можно поднастроить интерфейс страницы. Здесь твики. Ну, тоже еще один фильтр. Вот, например, удаляет цветные бэкграунды. Есть люди, которые злоупотребляют кислотными фонами для своих глубокомысленных сообщений. Можно резюмировать тем, что большинство настроек здесь скорее для красоты, чем для удобства. Но главная галочка, которая меняет выдачу с популярного на новейшее, навсегда изменит вашу жизнь в Facebook. Вы удивитесь тому, сколько у вас на самом деле друзей и тому, что они все время что-то пишут. Все любите друг друга, побеждайте технологиями технологии, которые стремятся победить вас. А для этого подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать, утеплиться социальных технологий.